Всем привет дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал FAKU. Напоминаю сразу. У нас происходит розыгрыш на канале, друзья. Годовой баланс канала, который заработает канал, будет разыгран между комментирующими данные видео. Дневники трейдера. Первое место получит 40%, второе и третье получат по 20%, четвертое и пятое получат по 10% заработанных каналом за год денег, друзья. Поэтому ваша задача распространять наше видео между своими друзьями. Не стесняйтесь, мы здесь не матюкаемся, ничем плохим не занимаемся. Обучаемся трейдингу, друзья. Вот. А это есть очень даже и перспективная профессия в дальнейшем, в будущем. Можно зарабатывать здесь неплохие деньги, друзья. Чем мы здесь и занимаемся. Итак, друзья. Сегодня у нас 10 число. 10 число. Среда. И мы с вами продолжаем наше обучение. Вчера мы зашли в позицию по австралийцу. Зашли в позицию по австралийцу, друзья. И сегодня утром я встал, смотрю, а позиция в хорошем плюсе. Хотя, смотрите, я вчера ночью, да, вчера мы взяли, получается, 460 пунктов. И вчера уже ночью, дабы не было минуса, я перенес сделку в безубыток. Вот. И почти мы закрылись были по безубытку. Посмотрите, просто давайте я увеличу чуть-чуть. Сейчас отключу прокрутку. Насколько мы были близки к безубытку. Вообще, друзья, смотрите. 9 пунктов. 9 пунктов мы могли закрыться по безубытку. Но, после этого цена сейчас вот на 700 пунктов выросла. И сейчас продолжает расти. Был небольшой откатик, да, и цена растет. Вот. Я когда это увидел, я был в шоке. А как было бы обидно? Если бы я... А я хотел еще перенести стоп-лосс. Там, пунктов на 50, чтобы хотя бы был небольшой. Ну, чтобы хотя бы был небольшой, небольшая прибыль, да, копеечная. Но, чтобы была. Но потом думаю, ладно. Пускай будет чистый безубыток. Вот. Чистый, думаю, будет безубыток. Или возьмем, или чистый безубыток. Все. И я не ошибся, друзья. Видите? Так же само и Александр Михайлович говорит. Если я зашел в позицию, я сижу. Стоп-лосс переношу только в том случае, если цена прошла 2 к 1. Ну, я немножко перестраховался. Мог это, конечно, сделать зазря. Как вы видите, друзья, что цена почти-почти не дошла до моего безубытка. Сейчас надо немножко прикрутить. Звук бы сильно громко. Ну, вот. Поэтому будьте очень аккуратны с подвиганиями стоп-лосса, да. Потому что если вы уверены, что от какого-то уровня у вас цена должна идти вверх, вы должны высиживать свой сценарий, да. Вот этого всего я уже не видел, потому что это все было ночью, да. Вчера ночной торговли не было, потому что мне пришлось собирать вещи, да. Плюс внимание надо было уделить ребенку меньшему, потому что просился поиграть. Так как я уезжаю, думаю, ладно, уже поиграю с малым. И не торговал вечером, да. Вечернюю стратегию не отрабатывал, друзья. Вот. Поэтому... Поэтому у нас и такая хорошая прибыль сегодня, друзья. Аккуратно, очень со стоп-лоссом. Хотя я не хотел переносить стоп-лосс. Хотел его оставить хотя бы за уровнем. Думал, ну, 100 пунктов пускай остается, да. Но следующее мое такое мнение было, так как, смотрите, насколько пробивали этот уровень. Я себе подумал, если уже дойдут до уровня, да, то уже и уровень пробьют на 100 пунктов. Поэтому все-таки было принято решение перенести стоп-лосс в безубыток. И какое мое удивление, когда вот цена там 9 пунктов не дошла до моего стоп-лосса. Ну, это хорошо, друзья. Сейчас мы находимся в 700 пунктов плюс. Ну, давайте на часики глянем, как это все происходит. А вот как это и происходит, друзья. Получается, что все, что было выкуплено, потом большая часть была продана резко, да. И теперь опять все, что было продано, опять выкупается. Это очень хороший знак. Почему? Потому что это говорит нам об одном. Так как тенденция у нас идет восходящая, да. Тенденция идет восходящая. И мы выкупаем все, что пытались отпродать. То это просто был поход за стоп-лоссами. Всего лишь навсего, да. И сейчас цена опять рванула вверх. Это отлично. Я посмотрю. Я, конечно, не уверен, что я буду ждать тейк-профита. Я посмотрю, как будут развиваться события. Ну, вот. И, может быть, закроюсь чуть пониже где-то. Потому что цена уже сегодня прошла у нас... На сегодня у нас АТР тысячу пунктов. А цена за сегодня уже прошла 750 тысячу. Это общий у нас АТР, да. Как на продажу, так и на покупку. На покупку у нас АТР 640, можно так сказать. Да, без трех пунктов. АТР 640. Вот. Поэтому, поэтому. Уже, уже может и цена начинать подразворачиваться. Хотя, что мы видим? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, разворачиваться, друзья, она не будет. У нас вот только дно начало. Двойное дно отрабатывается. На 700 пунктов у нас двойное дно. Как минимум 50% должно отработаться. А это 350 пунктов. Не, друзья, сидим в позиции до конца. Потому что у нас сформировалось двойное дно. А как мы знаем, после двойного дна будет хорошее большое двойное дно. Да, на часовике сформировалось. Его сейчас все видят, друзья. Причем, смотрите, как четко оно себя отрабатывает. На часовике видно, да. То есть, здесь была формация двойного дна. Здесь ее серединка. Самая большая вершина на 700. Малая на 400. И что у нас происходит? Подошли к уровню двойного дна. За первым разом не пробили. За вторым разом подошли, не дошли. Да, немножко откатились. И за третьим разом смотрите, что происходит. Вот как я и говорил, у двойного дна или у двойной вершины всегда есть плечико. Плечико, ну все по классике. Плечико формируется, да. И потом большим баром пробиваем. Потом идет откат. Но откат ровно до этого уровня идет. Смотрите. И сейчас опять новый бар открывается. И опять идет, друзья, на покупку. Если сейчас побьется этот хай, если часовой этой свечой перебьют этот хай, да, полностью выкупят то, что продалось, да, то мы по-любому дойдем до тег профита. А есть еще куда цене расти. Поэтому сидим в позиции, друзья, до конца. Все. Поехали делать быстренький обзор наших валютных пар и отмечать себе, что мы сегодня еще сможем поторговать. Будут ли у нас сегодня какие-то входы. Ну что ж, друзья, поехали. Поехали. Итак, доллар иена. Доллар иена у нас. После того, как мы вчера тут взяли небольшую, да, но очень сочную прибыль в 300 пунктов, цена откатилась резко вниз к уровню 107-650. Сконсолидировалась над этим уровнем, да. И сегодня мы видим, что пробивается этот уровень. Пробивается, друзья, этот уровень. Теперь можно с точностью заявить, что тенденция восходящая у нас была два дня назад полностью переломлена, да. То есть мы уже то, что мы на протяжении долгих, там 22 дней брали в лонг, да, уже почти все и распродано, друзья. Уже почти все и распродано. Вот. Мы уже доходим до уровня 700... 107-100, да. У нас уровень стоит на 107-086, да. Пока что не вижу я, друзья, каких-либо причин где-то здесь уже запрыгивать в паровоз, да. Цена начала пробивать у нас в 7 часов утра. В это время мы еще не торгуем. Поэтому здесь только у нас один вариант. Поставить, друзья, алертик возле уровня. И если цена откатит, смотреть, какая будет формация на откате, да, и будет ли возможность на продолжение тенденции. Вот. От этого уровня, от этого уровня у нас, в принципе, 400 пунктов. Можно, значит, и нижний алерт поставить от этого уровня. И если мы дойдем до уровня, смотреть, что будет происходить дальше. Так. По астралийцу мы сидим в позиции. Франк, друзья. Франк. Франк, кстати, у нас вчера пробился, да. Дошел был до своей грани АТАРа. Ночью немножко откатился. И сейчас опять. Давайте же проведем нижний уровень для нашего Франка на сегодня. Так. Давайте искать, где... А, вот же он и есть у нас, этот уровень. Вот была формация, да. Вот подтверждение. И сразу на истории посмотрим, да. Что там у нас есть. Low. Low. 94.465. Свойства. 94.465. 460. Не понял. Выключен Home. А, нам лук. Извините. 465. Окей. Да, нам лук был отключен. Так. Давайте на истории глянем, где есть ли у нас этот уровень. Ну, такой, не могу сказать, что прям четко, ну, один барчик тут тыкается, да. И здесь вроде как что-то есть, но такое тоже непонятное, размытое, ложное пробитие, ложное. Здесь ложное, сложное, тремя барами. Здесь тоже ложное, сложное, тремя барами. Скорее, вот этот уровень. 94.558. Вот это больше похоже на исторический уровень, друзья. Вот, давайте же посмотрим раньше. Может, формация была раньше. Да, вот откуда он сформировался, этот уровень. Вот откуда он тянется у нас. Да, друзья, вот откуда. Ну, все, в принципе, этого нам достаточно. Хороший исторический сильный уровень. Как мы видим, совпадает он у нас и в ближней истории, да. В дальней истории совпадает, в ближней тоже вот у нас. Два дневных бара, таких достаточно паранормальных, мощных, в него тыкались своими лоями. Поэтому, поэтому смотрим, что будет происходить, друзья. Формаций пока что здесь никаких нету. Да. Тут такая небольшая двойная вершинка на локальном тренде восходящем. Или на откате, как его можно назвать. Скорее всего, что откат, потому что тенденция у нас нисходящая идет. Но вяленькие какие-то свечечки у нас нисходящие. Вяленькие, маленькие, маленькие, вяленькие, да. Так, это что такое? А, это алертик у нас стоял. Вчерашний алертик. Так, сегодня, в принципе, друзья, нам интересны алерты. Тоже по... Не тот алерт я включил. Вот. Очень хороший индикатор алерта. Как вы видите, можно, можно ставить и такие алерты, и горизонтальные, да. И есть и вертикальные. Для чего нам нужен вертикальный, друзья, алерт? Для того, что если есть у нас новости какие-то, да, мы можем поставить себе перед новостью, да, алерт. И он сработает тоже, предупреждая нас о новости, что по этому инструменту сейчас будут новости. Так, новозеландец. Опять новозеландец у нас глючит что-то окошко. Так, смотрим. О, новозеландец. Опять трется возле уровня 65,3 нуля. Да, у нас тут 65,030 стоит. Ну, 30 пунктов новых это... Ну, это копейки, грубо говоря. Ну, вот. Что у нас произошло? Раз, два, три, четыре. И... Да, можно было, конечно, здесь в сделочку войти. Импульса на продажу не было, как мы видим. Зато был хороший импульс на покупку, да, и 300. Блин, три к одному можно было забирать. Но, к сожалению, это было в 4 часа ночи. И, друзья, с этим мы ничего поделать не можем. Ничего поделать не можем. Ставим только алерты. Тоже возле уровней. Будем следить, что будет происходить с ценой возле уровней. Другого варианта у нас нет. Поехали дальше. Евро-доллар. Евро-доллар, как мы видим. Да, надо скорректировать уровень верхний. Потому что уровень у нас сместился на 100 пунктов, да. Потому что вот он уровень, где цена копейка в копейку, смотрите, тыкалась. У нас хай 1.13.623. Через 4 часа хай 13.621. Буквально 620, да. Буквально копейка в копейку. И потом повторение у нас было вот здесь. Да. Что он? 637. 17 пунктов люфт. 610, да. 620, 610. То есть у нас уровень у нас на 620. Поэтому мы сейчас изменим, друзья. 13, 620 поставим. На 90 пунктов ниже. Вот где у нас уровень сместился. Да, сверху есть еще уровнечек. Да, есть. Вот. И в принципе, да. В принципе, здесь можно было бы войти на ложный пробой. 1 к 3, да. По цене 80. Вернее, со ступлосом 80 к 210. И в принципе, цена почти уже доходила до этого уровня. Но пока что ничего. Так, тогда мы ставим, друзья, тоже к уровню. Ставим к уровню наши алертики. Этот уровень сильно низко. Ну, мы поставим на всякий случай. Мы видим, вчера вот был поход мощный, да, вверх. По евро-доллару после новостей. Что-то я не вижу новостной календарь. Ни на одной валютной паре. Надо будет сейчас терминал перезагрузить. Ну, мы уже рассмотрим, да. Сначала рассмотрим все инструменты. Что-то новостной календарь не подзагрузился. Календарь. Календарь, свойства. Что-то не подзагрузился. Нет, все равно не показывает новостей. Перезагружу сейчас терминал. Глюканул, видать. Так, пока сюда вскакивать уже нету смысла в паровоз этот. Уже цена хорошо ушла. Так как небольшой стоп, не факт. Не факт, чтобы мы пройдем больше, да. Потому что стоп вот здесь у нас соточка, да. Ну, грубо говоря, к 300 должно. Один к трем. Где-то вот так вот цена может дойти до низу вот этого канала. Да, хотя запас ходу есть еще до дна АТАРа. А, кстати, друзья. Здесь, смотрите, тоже сформировалась у нас двойная вершинка на 300 пунктов. И от этой... И если будет ее пробитие, да, то 150 пунктов 200 цена пройдет 100%. А сколько у нас от цены? Хммм, интересно, интересно. Но не будем догонять, друзья, от греха подальше. Не будем догонять паровоз. Пускай уже стучат колеса, да. Кондуктор не жми на тормоза, как говорится. Пролетела уже цена. Если бы пунктов 40, да, еще прошли, то можно было бы войти. Но уже 140. Хай летит. Поехали дальше. Канадец. Канадец у нас в канале. Остальные уровни нам не интересны. Нам интересны только вот эти два крупные уровни, большие дневные. Да. Поэтому мы ждем, пока цена дойдет куда-то к этим уровням. Очень сильно я жалею, да, что я вот здесь не вошел. Я здесь пробовал возле этого уровня входить. И как вы видите, направление я выбирал правильное. Очень даже правильное направление я выбирал. Но, после получения двух стоп-лоссов, да, вот здесь я не стал заходить. Думал, что, а, подошли, сейчас поколбасятся, да, и опять пойдут выше, пробьют уровень. Но нет, друзья, но нет. Цена у нас, цена у нас все-таки пошла вниз. И можно было здесь хорошо-таки заработать. Ну, ладно, что же делать. Теперь надо ждать, надо ждать, друзья, подхода к этим уровням. Давайте даже сделаем вот так, чтобы у нас алерты стояли, стояли на несколько дней вперед. Вот, вот так вот поставим. Да. Отлично. Так что канадец у нас пока что отдыхает. Поехали дальше. Фунт, фунт. А у фунта у нас закончились, друзья, сверху. Закончились у нас сверху эти. Вот смотрите, какая у нас была три дня консолидация. Хорошая, широкая. Чем шире вот этот вот набор позиций, друзья, тем сильнее будет у нас, тем сильнее у нас будет, друзья, ход цены. Да, мы пробили уровень сегодня, смотрите. Причем это уже можно назвать хорошим таки пробоем, потому что на 600 пунктов цена уходила. Сейчас присела маленько, присела. Но нам интересно только одно. Дойдет ли она до уровня? Если дойдет, то тогда от уровня можно будет заходить. Да, с каким-то вот 250 стоп-лоссом в паровоз тоже запрыгивать мы не будем. Может кто-то здесь из вас увидит и скажет, а здесь двойное дно. Нет, друзья, здесь нету двойного дна. Здесь нету двойного дна. Здесь вот есть неотработанная двойная вершина. Двойное дно это формация, друзья, это формация у нас на нисходящем тренде. То есть, когда цена идет сверху вниз, потом образует вот такие две попки. Тут у нас две сиськи, а тут у нас две попки образуются на нисходящем тренде. А это просто, друзья, набор позиций. И шел между этими двумя уровнями. То есть, что мы сейчас видим в данной картине? То, что у нас в инструменте присутствует как сильный продавец, так и сильный покупатель. Потому что цену как сильно толкали вниз, на 1000 пунктов, так и сильно толкали вверх. А может быть, это один и тот же игрок, который просто собирал такую большую позицию. И вот что мы сейчас видим. Даже если прибегнуть к анализу двойного дна, то двойное дно у нас здесь с самой большой вершиной на 1000 плюс-минус 200 пунктов, то 600 пунктов 50% мы как минимум должны пройти. 600-650 вот к нашей вершине АТАРа. Почти дошли. То есть, можно сказать, что формация практически себя уже и отработала, друзья. Вот этот вот набор позиций. Но опять же, объема здесь было влито немало. Запас в ходу у инструмента есть. Еще и он будет идти, друзья, вверх. Поэтому сейчас мы на дневке проведем, проведем себе новый уровень. А я уже его вижу. Вот этот уровень, друзья. Смотрите, вот формация уровня. Вот подтверждение, вот подтверждение. Хороший, сильный уровень. Во-первых, как перемена тренда. Да, потому что это дневка у нас. И у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть дней цена и шла вниз, потом оттолкнулась от этого уровня вверх. Да, потом он сыграл зеркальную роль. Да, снизу поддержал. Не дал пробить один день, второй день и аж на третий день пробили. Да. И потом такое же тоже зеркальное. То есть, это сильный трендовый и зеркальный уровень исторический. Смотрим его лоу, друзья. Лоу у нас 28,489. 28,489. 28,489. Короче, 500 уровень плюс-минус пару пунктов, да. Вот. То есть, можно сказать, что круглый уровень просто с люфтом отработал. Вот. Ну, пускай будет такой, какой он есть. Давайте тут хайчик посмотрим. Просто чисто интересно. Хайчик, хайчик. 486, да. Без трех новых пунктов. Вот. Без трех новых пунктов. Поехали на часовичок. Ставим себе тоже алертик возле уровня сверху. В принципе, в канале у нас торговли нет. Ну, что, друзья. Что я могу вам сказать. Из этого всего, что мы видим. Сейчас у нас все торгуется в канале. Самое нам ближнее, интересное, это евро-доллар. Потому что он самый ближе возле уровня. Да. Если вернется, да. За стопами, если вернется, надо подтянуться маленько. Даже, наверное, вот так вот. Где-то пунктов 40 я готов входить от уровня, да. Со стоп-лостом где-то 140 пунктов. Йенка. Йенка тоже внутри канала. Франк тоже внутри канала. Новозеландец тоже внутри канала. Канадец очень внутри канала большого. И фунт, и фунт у нас оторвался от уровня. Тоже можно чуть-чуть, наверное, алертик к линии АТАР вот так вот подвинуть, да. И если будет возврат, возврат в этот диапазон, можно будет на... И не будет пробития, да, глубокого. Можно будет... Не будет обновлен лоу. Можно будет пробовать с вот этим лоу. Тут входить, да, пунктов 200-240. Вот. Все, друзья, ставлю на паузу. Мы следим за происходящим. Особенно следим сильно за нашей позицией по австралийцу. Позиция хорошая, позиция прибыльная. Ну и опять же, я даю 90% гарантию, что цена должна дойти до take profit. Потому что здесь... Вот как выглядит, кстати, двойное дно. Потому там было не двойное дно. Вот, друзья. Что такое двойное дно? Почему оно называется двойным дном? Потому что у нас был какой-то поход цены, да, до какого-то уровня. Вот. Потом было пробитие этого уровня. Мало того, что у нас и так цена здесь прошла хорошо, да. Потом еще и после пробития уровня еще образовало вот у нас такой. И еще раз пыталась пройти вниз, ниже этого уровня. Вот. А потом уже был поход вверх, да. То есть вот отработка идет двойного дна. Все, ждем, смотрим. Будет все хорошо. Итак, друзья, смотрим. По евро-доллару у нас цена вернулась к уровню, да. Вот. Будем смотреть. В принципе, друзья, ТАР на покупку у нас есть. Но если сейчас цена не сможет пробить уровень, не сможет пробить уровень, надо будет пробовать входить. Поэтому пунктов 40 от уровня я готов войти. Вот. И здесь мы вот себе, друзья, будем пробовать ходить. Да. Протычок есть. В принципе, друзья, я бы даже сейчас вошел на сел. Вошел на сел бы. Да и все. И не морочил голову. Стоп-лосс мы поставим 150 пунктов на тейк-профит 450, друзья. Вот так вот. 150 на 450. Давайте посмотрим, как это выглядит у нас. Хотелось бы, конечно, спрятать за хвосты вот эти стоп-лосс. Но не уверен я, что мы сможем дойти 750 пунктов вниз за сегодня. Вот. Как вы видите, в конце часа попытались дотолкать цену до уровня, но четенько смотрим. Четко мы упираемся в уровень. Не удается его пробить. Прям четкое касание. Все, и цену не пускают дальше вверх, да. Цена у нас дальше вверх не идет, друзья. Поэтому, ну, как бы, есть такое понятие на рынке Форекс, как последние минуты часа, да. То есть цена может, цена может целый час колебаться вот в таком диапазоне, да. А потом за последних пару минут дойти, там, я не знаю, пунктов сколько в данном случае, 150, да. Но потом дальше импульса нету вверх. И цена начинает возвращаться потихоньку в тот диапазон, где она торговалась. Вот. Последние минуты часа всегда куда-то цена стремится, да, резко. Как бы закрепиться в определенном диапазоне, чтобы отрисовать свечу, чтобы отрисовать бар, чтобы мы с вами видели. Друзья, крупный игрок рисует нам картинку, чтобы мы с вами видели эту картинку, да. И чтобы мы велись на нее. То есть, что сейчас происходило. Он видел, что свеча не добита была до уровня. И как бы таким образом у нас хорошее закрепление под уровнем рисуется, да, друзья. То есть, это ложный пробой, да. Смотрите, у нас здесь произошел ложный пробой, 90 пунктов, да. Хотя не отработался, хотя не отработался. И вот пытались перерисовать, да, ложный пробой. Пытались перерисовать ложный пробой. И хотели, наверное, закрепить цену над уровнем, но немножко не хватило, друзья, силы. Вот, немножко не хватило силы. Вот, блин, я бы, а ну, в принципе, у меня тут выше немножко этого хвостика. Чуть-чуть выше. Сколько стоп вообще? 150 пунктов, да? 140, 130 даже. Чуть-чуть, друзья, подтяну чуть-чуть выше вот этого хвостика, чтобы четко было 150 пунктов. Потому что мне вот кажется, там у нас дальше идет ложный пробой по тому уровню. Ну, вот, плюс-минус, да. Дальше у нас тут идет ложный пробой двумя хвостами. Но уровень, формация уровня вот этого локального, да, вот она где идет. Вот, поэтому, если будет пробой, выше нет смысла закидывать. Выше нет смысла закидывать. Если пробьет вот это, значит, и эти тоже зацепит хвостиком. Все, друзья, сидим в позиции, ждем, смотрим, наслаждаемся, как говорится, происходящим. В принципе, тут можно переключиться на 5-минуточку, да, дабы более детально смотреть. Вот, дабы более детально смотреть. Ну, идет набор позиций, идет, друзья, набор позиций внутри канала. Вот, мы хотим с вами сработать на падение цен. Все, ставлю, друзья, на паузу, ждем, смотрим, что произойдет. Итак, друзья, по фунту у нас пришел сигнал. Достигла у нас цена нашего уровня. Давайте посмотрим на более мелком таймфрейме. Пробития не было. Это у нас линия АТР. То есть, не дошли мы до уровня совсем немножко. 18 пунктов. Спасибо, зайчик. Спасибо, Танечка. Не дошли мы до уровня немножечко. 18 новых пунктов, да, может даже и меньше. 20 пунктов, короче, да. 18-20 пунктов и цена немножко разворачивается и идет вверх. На 5-минутке у нас формирование тройная вершина или голова и плечи, как ее еще называют. Да. Вот, поэтому цена у нас и провалилась. Как плечо, как бы, как-то тут плечи, в принципе, одинаковые. 250 пунктов. Вот и на 250 пунктов был провальчик у нас. Да, отыграли. Отыграли у нас это дело. Как вы видите, все отрабатывается. Старые такие классические модели. Но если по-простому, да, их рассмотреть, то это всего лишь навсего ретесты, а потом пробития какого-то уровня, да. Что мы здесь видим? Был какой-то уровень, вот здесь, да, пробило. Дальше попробовали ложное пробитие сделать. Не получилось. Цена отскочила, пошла дальше. Пришли на ретест, ложный пробойчик, импульса нету, укатились, пошли дальше. Ложный пробой, дальше импульса нету на продолжение, вернулись, выкатились вверх. И сейчас вот, получается, закрепились под этим уровнем, как всегда, плечо, да, как я и говорю, как всегда, есть плечо обязательно. Цена торгуется, сейчас вот провалились вниз, то есть у двойной вершины или у голова и плечи, да, или попросту, это у нас первый ретест, второй, третий, всегда есть вот такая вот консолидация, если пробивается уровень, да, потому что мало еще раз отскочить, не факт. Вот, если уровень пробивается, идет консолидация и потом уже только идет движение. Вот мы видим консолидацию и пошло движение. Но так же, как она резко и провалилась, я смотрю, так же она резко у нас и убегает назад, да, ну, будем следить. По крайней мере, сейчас поставим, поставим алерт чуть ниже уровня и, наверное, верхний алерт, нет, верхний алерт не буду трогать. Будет меня интересовать сейчас одно на часовике, будут ли цену прижимать к уровню, да, будут ли цену прижимать к уровню. Вот, дальше у нас идут новости, много очень новостей по Америке, друзья. И надо будет открыть новостной календарь. Первая новость вот у нас будет в 15.30 через 2 часа, ровно через 2 часа. Вот, будем смотреть, что будет происходить с ценой на данный момент. Итак, австралиец у нас тоже, как бы, поднялся, да, и сконсолидировался. Сейчас вот идет какая-то консолидация на вот этом уровне. Как мы видим, уровень есть, вот он подтверждается, вот он подтверждается, вот он, да. То есть уровень есть, даже если его так нарисовать, то вот это вот он, да, вот он, зеркальный уровень. Давайте кинем его зеленым, дабы, дабы видеть, будет ли у нас пробой его. Та-та-та-та-та-та-та, хай, 69, 875, 69, 69, 875, тюх, еще и попал так четко. зелененьким цветом его сделаем просто чтобы видеть его локальный уровне локальный зеркальный уровнец который покажет нам куда дальше пойдет цена а сейчас у нас за 2 часика будут новости и если новости будут против Америки мы конечно же достигнем достигнем так что у нас здесь что у нас здесь двойное дно наше 700 пунктов 350 вяленько отработали выше цена не хочет идти хотя бы 60% это было бы как раз где-то 700 350 это 50 70 нормально 50% отработали в принципе приподнялись перед новостью да так что друзья пока что я открываю евро доллар тоже да немножко вот смотрите какой был почти стоп лосс мы взяли да хорошо что я его выше выше уровня чуть-чуть приподнял да на 30 пунктов вот правильно установил стоп лосс потому что цена в принципе где-то так и прошла у нас она за хвост за хвост там на 20 где-то пунктов поднялась и хвостик небольшой бросила и ушла от этого уровня вниз вот пока что торгуется в нашу сторону вот в принципе в принципе друзья я сделал перестраховку можно сказать так что евро долларом я сделал перестраховку австралийца почему потому что у нас сегодня можно у меня будет много я даже я сам этого не понимая да просто увидев ситуацию на рынке да то что у нас здесь был ложный пробой и скорее всего второй тоже будет ложный пробой как мы видим у нас здесь вообще получился ложный очень сложный пробой потому что 4 бара у нас и даже этот барчик немножечко там на пару пунктиков проколол да и после этого еще один прокол еще один и возврат под уровень вот причем с формацией нашей пробойной модели происходило это все дело вот и это конечно же сигнал друзья на то что импульса вверх нету пробовали пробовали покупателя нету значит есть продавец который держит не дает цене идти выше этого уровня до шатает рынок вот шатает по этому уровню не дает выше пойти вот у нас четенький уровень мы вышли чуть ниже уровня там на 10 пунктов вот это значит что не хотят по на покупку идти значит не видят в новостях друзья не видят в новостях каких-то позитивных вернее видят в новостях какие-то позитивные новости да потому что немножко евро проседает по соотношению к доллару здесь же у нас ситуация обратная мы в позиции мы недостаточно неплохом плюсе где-то около 600 пунктов сейчас есть хорошо видно вроде бы от стоп лосса 590 пунктов сейчас почти 600 пунктов да вот и мы в принципе если здесь выйдет новость по америке хорошая да то у нас цена по евро просядет и мы возьмем тейк профит по евро доллару а по австралийцу просто возьмем без убыток вот и все друзья ну все сбу все будет зависеть от того как будет реагировать рынок у нас на новости новостей много да и мы будем поглядывать в экономический календарь я даже сейчас уже его включу хотя бы посмотреть хотя бы посмотреть на прогноз а пока что друзья я ставлю на паузу вот буду с этим всем разбираться интересно интересно это все посмотреть да что что тут к чему в принципе время затягивать не буду ставлю на паузу потому что и так уже он 42 минуты видео поэтому пока что пока что все в мерах разумного да мы в плюсах вот в принципе перекрываемся евро если пойдет в другую сторону если нет мы тут просто получим если допустим новости будут плохие по америке да мы просто тут получим коротенький стоп но зато по австралийцу дойдем до своего большого тэк профита да то есть такое перекрытие позиции да аккуратное перекрытие позиции все друзья смотрю экономический календарь смотрю экономический календарь и делаю себе какие-то предварительные прикидки и так ближайшая такая сильная новость это у нас базовый индекс потребительских цен достаточно сильная новость друзья которые обычно влияют хорошо на валютный рынок форекс да вот начинают все пары бегать летать вот у нас было минус 0 4 в прошлом в прошлом периоде и в этом периоде у нас минус 0 1 прогноз и факт если факт будет 0 доллар будет слабеть если факт будет хотя бы минус 0 2 то доллар будет укрепляться друзья вот и вся вот и вся картинка то есть у нас индекс индекс был минус 4 прогноз минус 0 1 смотрим как у нас реагирует на это рынок на это рынок реагирует ну пока что укрепляются валюты по соотношению доллару да то есть небольшой рост у нас есть вот какой-то начался у нас выкуп цены друзья немножко начался выкуп цены у нас евро интересно интересно такой такой сильный импульс может быть очень сильным 200 пунктов за короткое время это очень сильно очень сильно друзья можем даже сейчас и стопа поймать я вам так скажу то есть одно дело когда это вот так вот одно дело когда такой резкий импульс получает опять же могут ожидать и плохого прогноза да и сейчас могут пампить перед новостью могут пампить немножко рынок чтобы потом не сильное падение было но стоп лосс мы сейчас получаем сто процентов да опять же австралиец у нас пошел в рост но конечно же такого большого роста не будет как по евро доллару чтобы он нам сейчас здесь прошел 200 пунктов да и взял наш take profit ну посмотрим не будем загадывать ставлю пока что на паузу будем дальше наблюдать за происходящим но в принципе это мне не нравится потому что все что продавалось в течение двух часов до буквально там за 10 минут выкупилась эта тенденция не очень хорошая друзья эта тенденция не очень хорошая ничего сидим пока сидим ничего нам не остается делать как сидеть и и смотреть и ждать что произойдет итак друзья прилетел нам стопик по евро доллару но зато у нас австралиец побил хай да то есть пробивает пробиваем вот этот вот уровень локальный до которые не могли долго пробить цена здесь топталась консолидировалась пробили даже вышли выше хая ну и теперь у нас тут остается 120 пунктов до нашего take profit а все возможно друзья что мы возьмем сегодня еще такой красивый take profit в 1000 пунктов ставлю пока что на паузу и это наверное если сейчас будет take profit это наверное будет и последний take profit друзья на этой неделе не знаю буду ли сегодня вечером торговать потому что у дочки сегодня день рождения друзья так как я уезжаю завтра утром я определю максимальное внимание сегодня семье вот дождемся только take profit этого и наверное буду на этом заканчивать и увидимся уже с вами после завтра а это будет у нас пятница если я не ошибаюсь до завтра я целый день в дороге хотя нет в пятницу у меня поезд два часа дня и приеду я в ивано-франковск приеду я в ивано-франковск где-то в 10 вечера друзья поэтому увидимся с вами уже с понедельника так что ждем этого take profit а нашего большого жирненького сочного вот уровень локальные пробили так что должна цена сейчас полететь нормально уже уже она так хорошенечко прошла 120 130 ну вот 200 пунктов давай немножко 200 пунктов что такое для австралийца 200 пунктов это вообще ничего ладно друзья хорошо хорошо ставлю на паузу посмотрим чем это все дело у нас закончится все смотрите друзья перешел на 5 минуточку и вот что хочу вам показать смотрите как мы здесь набирали небольшую позицию да потом смотрите как четко провели мы уровень да как копеечка в копеечку легла 5 минуточка смотрите теперь дальше мы опять оторвались уже почти друзья почти 70 пунктов не дошли до take profit а немножко откатик но я думаю что мы добьем в любом случае да потому что ну все к этому идет все к этому идет потихонечку все к этому идет друзья поэтому все неплохо хорошая радость переполняет меня потому что очень очень немаленькое такое расстояние мы прошли с вами до за два дня вот и хотелось бы конечно добить его дубить зараза ладно друзья шучу ставлю на паузу ждем take profit ну что друзья вышли новости и как я вижу в принципе ничего не должно повлиять на движение нашей цены в принципе прогноз соответствует с фактом и по 2 новости точно также чуть чуть хуже даже немножко чем прогноз да вот мы видим в красном свете окрасилась новость до что является отрицательным показателем ну и здесь тоже все это у нас выходит в красном цвете в принципе мы сейчас должны получить take profit вот и мы видим да резкое резкое подергивание уже на 70 пунктов вверх до нашего take profit остается тут 150 пунктов так что я думаю take profit не за горами друзья ставлю на паузу и ждем принципе ничего не изменилось курс австралийца был на рост да вот как мы видим аккуратненько так тут красивенько это все дело поджималась при подходе к уровню до 700 700 300 70 300 вернее вот и я так думаю что так она сейчас тут и подергается чуть вверх чуть вниз да и цена пойдет вверх дальше так как новость наоборот к америке вышла в негативную сторону я бы сказал это не важные новости вот самая важная новость это была базовый индекс потребительных цен до самое сильное вот видим 33 звезды у нее до из трех 3 из 3 и она вышла такая же как и прогноз ну сейчас рынок полихорадит маленько сейчас прыг-прыг туда-сюда подергается и цена пойдет дальше в своем направлении все ставлю на паузу ждем take profit а это уже даже не обговаривается сто процентов будет take profit потому что америка никаким образом получается не укрепилась не улучшила скажем так прогнозы а рынок уже в ожиданиях в прогнозах да он своей цели какой-то достигает тем более что остальные показатели не более не вернее менее важные вышли немножко с хуже с плохим с отрицательным до показаниям что сыграют только нам на руку так что друзья ставлю на паузу ждем итак друзья простите конечно что в таком виде но на юге украины жарище 34 градуса сегодня показал термометр дышать не чем вообще так как мне пора друзья собираться уже да потому что мне в дорогу вот у нас ну да не есть тут еще конечно немножко это ну вроде как поджимают вверх и до конца дня она бы могла бы еще пройти 200 пунктов до есть до границы от ару еще ход но друзья пора собираться поэтому я буду закрывать буду закрывать ордер 750 пунктов друзья составил наш тейк профит 750 пунктов это очень очень красивая сделка примерная сделка да можно так сказать давайте еще раз ее проанализируем для того чтобы она у нас отложилась в голове после после хорошего отбоя от ключевого исторического уровня до было ложное пробитие потом был отбой хороший цена за за пол дня пролетела у нас до следующего уровня дальше здесь сложный пробой цена закрывается выше уровня 2 бар она стремится вниз закрывается под уровнем 3 бар у нас закрывается тоже под уровнем но дальше импульса нету друзья нету продавца от этого уровня от 69 200 и начинается друзья разворот до начинается разворот цена у нас пробивает уровень и от уровня проходит еще 100 пунктов друзья мы входим конечно с большим стопом 350 пунктов до 340 350 пунктов входим с таким стопом но так как было проанализировано что дальше продавца у нас нету цена пробила закрылась потом пыталась опять еще разочек зайти не получилось до свеча третий барчик у нас пробивает и нету импульса обратно на продажу четвертый начинает двигаться в сторону покупки мы заходим в лонг да и удачно друзья держим позицию удачно держим позицию аж до этого времени да были конечно мы повыше да были на сто пятьдесят пунктов выше вот может быть и стоило здесь закрыться вручную не доходя 50 пунктов до до нашего take profit а я в принципе такие где-то и думал что в этом диапазоне да вот у нас есть локальный уровень до что в этом диапазоне где-то цена может приостановиться потому что вот он уровень да вот он ложный пробой этого уровня вот сложный ложный пробой до после чего цена у нас начала падать вниз вот так и произошло да но пока что цена разворачивается и потихонечку идет вверх тем более у нас еще одна новость по америке вообще по америке сегодня много новостей прям критического падения не было 200 пунктов на всех таких сильных новостях трех звездочных да но это ничего это это вообще ерунда это уже сейчас на данный момент из 220 пунктов 170 пунктов возврате так что отлично я считаю это очень хорошая сделка мы зашли прошли были почти два к одному стоп лосс вернее сколько мы тут прошли 500 пунктов до прошли стоп лосс потянули под минимум не не помню 100 вроде да или 90 я был потянул за за уровень у нас была цена до 100 пунктов вот под потом после этого когда цена пошла выше пробила вот этот вот локальный уровень до который мы позначили зелененьким а нет вернее ночью до на ночь на ночь друзья я стоп лосс перенес без убыток стоп лосс перенес без убыток ночью цена уже была достаточно высоко потом днем она еще приспускалась и потом она хорошо сходила то есть откат был у движения был откат потом образовалась двойное дно красивая до которая полностью я считаю себя отработала то есть самая большая вершина у нас плюс минус 700 пунктов мы отработались на 450 пунктов это 70 процентов где-то цена себя отработала да вот конечно на новостях американских я думал что мы все-таки добьем до take profit а до уровня добьем но не добили сегодня и я сомневаюсь что уже сегодня и добьем да но я конечно посмотрю с телефона до куда куда дойдет цена дает ли она до 70 318 до этой цены на вот ну а пока друзья большое спасибо за внимание увидимся с вами в понедельник уже увидимся в понедельник потому что завтра у нас четверг завтра у нас четверг завтра у нас четверг я целый день в дороге в пятницу в дороге в поезде завтра машиной до киева потом в поезде а там суббота воскресенье и уже увидимся с вами в понедельник в принципе эта неделя у нас хорошая мы полностью полностью отбили наши убытки и еще и сверху заработали 40 баксов друзья и сверху еще и заработали 40 баксов попытка была у нас войти в евро доллар но но как мы видим до попытка была попытка была неплохая я вам так скажу друзья она не паха не плохая она просто была не вовремя она просто была не вовремя почему потому что перед новостями немножечко немножко помпанули на 300 пунктов помпанули у нас евро до против доллара чтобы если начнется укрепление доллара да чтобы не сильно глубоко ну вот в принципе она все и откатилась и уже цена опять под уровнем да то есть если бы если бы здесь бы не добило до ступлоса то плюс-минус мы бы сейчас были в уровне там в плюсе на на пару на парочку пунктов я бы уже и все закрыл жалко конечно ступлосик получили но ничего страшного друзья ничего страшного таков он рынок до главное что последние наши прибыли последние наши прибыли очень красивые друзья очень красивые и за эту неделю за эту неделю да то есть неделя у нас началась 8 10 за три дня друзья мы смогли полностью восстановить убыток 8 8 9 5 это еще вот 9 блин что это такое с этими 10 до за два дня получается тремя сделками а это было на прошлой неделе до паение у нас была сделочка ну да у нас на этой неделе 1 стоп лосс 1 стоп лосс 60 над на 30 60 положительных сделок 30 30 процентов отрицательных на этой неделе и на прошлой у нас в принципе было точно так же с первого с первого по 5 с первого по 5 5 вот чисто интересно друзья давайте посмотрим а первого я не хотел тильтовать как не в себя да и вот первого числа сколько я потерял 1 2 еще 1 минус 3 минуса до 5 минус и 5 закрылся в ноль и потом 5 у нас по евро доллару плюс по иене у нас большой плюс и и все на этом а и маленький плюс у нас по франку да и потом уже статистика пошла на плюс ну такое друзья пока что топчемся на месте но потихоньку понимание начинает друзья приходить и это меня радует потихоньку понимание начинает приходить понимание виденье и понятие того что надо торговать всем спасибо друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии обязательно не забывайте добавляться в telegram вайбер messenger ватсап все мессенджеры у нас есть любой какой душа за пожелает добавляйтесь вот будем дружить будем вместе обучаться друзья работе на рынках все всем спасибо пока